Доброго времени суток. Сегодня мы начинаем второй урок. Он будет совместным для группы 3ds max и для группы creation kit. Сегодня мы поработаем над ретекстурированием объектов в скриме. В общем то мы будем ретекстурировать с доложенным знакомый сундук в нашей комнате, который стоит. Я хочу придать ему вид горелости, как будто горел у нас. Для этого у нас есть вот такая вот текстурка. Также нам сейчас надо будет посмотреть где этот сундук находится. Для этого, как вы помните, зайдем в его базовые настройки. Вот он в принципе путь до текстуры, то есть путь такой у нас папка Skyrim, в ней папка Data, потом в папке Data идет папка Meshes и вот дальше такой путь. Давайте откроем эту папочку. На самом деле я распаковал ресурсы немножко в другое место. Как распаковывать мы должны помнить. С помощью Fallout Mod Manager я создал папку Skyrimod в ней папку Data и уже туда распаковал BCAA архив текстур и BCAA архив собственно моделей. моделей. Так, ну давайте зайдем в папку Meshes. Кутер. Реклатор. Контейнерс. Част 0.1. И собственно наш част 0.1. НИФ. Вот он собственно. НИФ наш объект открылся в НИФСКОПе. Чем отличается сам формат моделей Блевиона от Skyrimod. Сами текстуры теперь у нас перекочевали в другое место. Теперь они у нас находятся не в свитке самого объекта. Наш объект теперь находится в свитке не Control Manager. Далее идет свиток не Default, а в Object Plate. Все объекты здесь находятся. А собственно сами текстуры находятся ниже. В свитке не НОД. Нет Решейп. Без Лайт Шейдер Пропертайз. Без Шейдер Текстур Сет. Дальше идет еще одна нода свиток таких же параметров. Чем они отличаются. Собственно. Как мы видим здесь отсутствует НОД. Лауч. Это собственно все различия. Здесь есть у нас текстур сет и здесь. Как видим у них общий порядковый номер 25. То есть они идут связаны между собой. То есть если мы будем один изменять, то будет изменяться и другой. В самих свойствах этого пункта в блоке детализации. У нас появляются два пункта. Это numtext. У него типы int. Значение 9. То есть 9 значений принимает наш параметр. То есть 9 настройщик. У нас заполнено только два. Это диффузный. Путь до диффузной текстуры и путь до карты неровности для нее. Собственно вот так вот и можно посмотреть где у нас текстурка находится. Давайте тоже ее откроем. Убедимся. То что она там. Вот она собственно текстура. Итак. Ретекстурировать мы будем двумя способами. Будем ретекстурировать в самом нископе. То есть текстуру накладывать. И в самом creation kit. В этом как бы заключается разница между двумя группами. То есть если вы не хотите работать с базовым объектом в самом creation kit. Можно это сделать в нископе. Ну в принципе рекомендуется это нископе делать. За исключением некоторых случаев мне кажется. Итак. Давайте загрузим нашу текстуру в Photoshop. Для этого перенесем ее туда. Все настройки плагина загрузки DDS текстур у нас идут дефолтные. Вот она наша текстурка. Переключимся на слои. Переключимся на нашу текстуру в горелое дерево. Выберем инструмент выделения. Выделим нашу текстуру. Нажмем Ctrl C. Переключимся на нашу дефолтную текстуру. Вставим текстуру Ctrl V. Как видим текстура у нас большая. Для дефолтной текстуры. Для диффузной нашей. Давайте ее уменьшим. Для этого зажмем кнопочку Ctrl. И щелкнем на ее слои. Вот она у нас выделилась. Чтобы приблизительно удалить. С самого окна проекции. Надо зажать клавишу Alt. И прокрутить колесико мыши. Вот у нас выделилась вся текстура. Чтобы ее уменьшить. Надо просто. Кликнуть правой кнопкой мыши. Выбрать Free Transform. Инструменты напоминаю должен был быть. У нас. Выделение. Чтобы равномерно. По всем сторонам. Текстуру уменьшить. Мы нажмем. Кнопку привязки. Наведем. Сделку мыши на клавишу H. И передвинем ее влево. Все. Текстура у нас. Уменьшилась. Также. Мне не устраивает. То что. У меня досочки. На ней. Неправильно. Расположены. Для этого. Повернем ее на 90 градусов. Перевернуть можно. Таким вот способом. А можно создать. Угол поворота здесь. Давайте. 90 градусов. Напишем. Нажмем. Галочка. Нажмем. Переключимся на. Инструмент. Перемещение. Или кнопочка. Y. Поставим текстурку. Как она у нас должна быть. Как нам кажется. Так. Вот. Мы подготовили. Как бы. Текстуру. Давайте. Может быть. ее еще уменьшим. Может быть. Потоньше. Сделаем. Так. Вообще. В принципе. Текстура. Такая. То что. Ее можно. Остабливать. Необязательно. По. Там. Что. Равномерно. Можно. В принципе. И так сделать. Так. Давайте. Приступим. Текстурированию. Немножко. Поменяем. Гамму. Нажмем. Выделим. Слой. С нашей. Текстуры. Нажмем. Ctrl.L. Включил. В принципе. У меня. Вот такой. Цвет. Устраивает. Так. Скопируем наш слой. Нажмем V. Передвинем. Объединим слои. Выделим их и нажмем Ctrl-E. То же самое с нижним слоем проделаем. Еще раз. Выделим. Нажмем Ctrl-E. Так, неправильно выделил. Выделим все слои. Нажмем Ctrl-E. Так, ну вот мы подготовили текстуру. Еще можно скопировать ее. Ctrl-K, Ctrl-V. Сюда. Объединим слои. Что нам делать дальше? Ну, естественно, нам так вот не подходит, чтобы было. Нам надо как-то попрозрачнее сделать. Еще что-то намалевать здесь. Воспользуемся инструментом маска. Нажмем вот эту пиктограммку. Маска у нас переключается между основным слоем и собственной маской. Так вот так вот отображается маленький такой вот обводочка квадратная. Обвели. Переключимся на инструмент Brush или кнопка B. Зададим черный-белый цвет. Его можно вот так вот переключать, а можно на кнопочку X. На маску мы переключились. Задали слой, непрозрачность кисти по сети 100. Давайте просто освободим элементы, которые у нас не будут участвовать. Текстурирование. Вот эти вот металлические части. Так. Теперь уменьшим непрозрачность кисти до 22. И, собственно, начнем подготавливать. Переключимся, немножко здесь затрем. Так. Ну, в принципе, для начала такой результат больше, чем подходящий. Поиграем все с режимами наложения слоя на слой. Давайте переключаем. Этого просто выделим. Повернем колесикам мыши. Можно использовать еще даже кнопочки вверх-вниз. Так. В принципе, вот так вот неплохо. Ну-ка. Такой-то же результат. Hardlight и Overlay. Отличный результат дает. Также вот V-Wight Light. Тоже ничего так смотрится. Поэкспериментируем еще контролем. Нажмем на этом слойе. Нет. Не подойдет. С выигрываем посмотрим, что можно сделать. Поиграемся тоже с гаммой. Так. Также немножко сменим гамму базового слоя. Так. 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 Можем на это. В принципе все. У меня такой результат устраивает. Объявляем все слои. Проконтролируем, что у нас есть канал альфа. Желательно пока белого цвета. Если пластиковое освещение будет, то его можно поменять на черный. Сохраним. Для этого переименуем в АЗС-част. В данном случае у меня такой префикс. Используем режим DX-T3. Вот здесь выбирается. Сохранение прошло. Давайте попробуем не в скопе поменять. Еще важный момент есть. В настройках рекомендую вот такие поля указать. Это позволяет нашему нископу просматривать на папке ниже себя. То есть вот он раз, два, три, четыре, на пять папок выше смотрит. То есть там саму дату и так далее. Можно, конечно, жесткий путь указать до папки дата. Вот как у меня. Так, на этом все. Видим, как у меня поменялся, да, сундук. Так, я открыл свой заранее сохраненный. Давайте изменим текстурку нашего дефолтного объекта. Здесь тоже путь должен быть относительный, не строгий. Так, АЗС. Сейчас у меня только название поменялось. Все, в принципе, в той же директории. Ну, довольно симпатично смотрится сундук. Также карту нормалей можно применить старую. Но я для этого взял и сделал копию стандартной карты нормалей. Просто переименовал ее на всякий случай. Мало ли. Все, давайте сохраним наш объект. И, собственно, перенесем в папку со Скоримом. Как, если у вас в Скориме не распакованы папки модель текстуры, у вас некоторых не будет, например, папок от Meshes. Как их продублировать, не перенося все архивы? Можно вручную задать папочки. Можно выделить в Total Commander. Вот, до косой черты перед датой. После даты, вернее, скопировать буфер обмена Ctrl-C. Перейтись в это окно, в папку Data. Нажать каталог, вставить сюда, нажать ОК. И у вас полностью, все вот эти папочки, полностью путь продублируется. Как у меня. Ну, давайте. Скопируем. У меня уже был такой файл. И скопируем наши также текстурки. Чтоб у нас Creation Kit видел наши текстурки и модельки. что мы делаем дальше? Как, собственно, в самом Creation Kit поменять текстуру у дефолтного объекта, не залазя ни в скоп? Для этого у нас есть такой полезный подраздел в окне Object Window. Это под объекты пункт, точно не знаю, как его правильно произнести, так что, лучше промолчу. В нем пункт текстуру сет, вот у меня уже здесь созданы два текстура сета. Давайте свой новый создадим. Как помним, у нашего объекта только две текстуры, это диффузная и Normal Map. Давайте добавим их. Так, все, да, настройки по умолчанию у нас будут стоять, никакого цвета и размера мы применять не будем, просто введем имя. Зайдем в базовый объект нашего сундука, нажмем кнопочку Edit, и вот здесь вот мы можем поменять, поставить любую текстуру из текстур сет, для этого выделим нужный нам под объект у самой модели, как мы помним, давайте откроем, не в скоп. Так, у нас крышка называется Lead 0.1, а основание Chest 0, а Lead 0, по-моему, что я. Так, вот Lead, вот Chest, применим наш свежесозданный АЗС-Конт ТСет 0.3, сундук у нас окрасился, и крышки применим, то же самое. Все, наш симпатичный сундук появился. Важаем, окей. В редакторе все тоже поменялось. Как нам, собственно, не использовать текстур сет, использовать наш объект уже с текстурами. Он у нас добавлен. При смене объектов все наши текстур сеты выпадают. Вот, то есть, как вы имеете в виду. В общем, жмем в пункте Model, кнопочку Edit. Model File Name тоже жмем Edit. Убираем наш контейнер. И вот, собственно, валя. Все поменялось. Жмем ОК. ОК. Ой, ОК. Все, так же наш сундучок поменялся. На этом все. Всем до свидания. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok